Инструкция по подключению к сети базовых станций EFT-Course через программное обеспечение Landstar 7, как через интернет-контроллера, так и через встроенный GSM-приемник. Начнем с первого варианта, это интернет-контроллера. Соответственно, перед тем, как начать настройку, убедитесь, что у вас есть интернет на контроллере. Для этого опустите шторку и, соответственно, посмотрите, идет ли у вас трафик. Также можно подключиться по Wi-Fi и, соответственно, если все у нас хорошо, переходим в программное обеспечение. Запускаем его. В первую очередь для подключения нам необходимо осуществить соединение с прибором. Для этого мы заходим на вкладку «Настройки» и нажимаем «Подключить». В строке соединения выбираем тип соединения с приемником, мы оставим Bluetooth. И в строке Bluetooth нажимаем на значок Bluetooth. И если к устройству ранее не подключались, нажимаем «Поиск по Bluetooth». Ну и, соответственно, когда он его найдет, выбираем его. У меня это устройство уже есть в списке, поэтому я просто нажму «Подключиться». Подключение успешно. Ждем загрузку. Подключаемся к приемнику. Далее нам необходимо задать стили съемки. Заходим в раздел «Стили». Здесь нажимаем «Новый». Сначала выбираем конфигурацию. Это будет ровер. Дальше выбираем, через что у нас пойдет интернет. В первом варианте это будет интернет смартфона. Дальше тип подключения. Выбираем «Интрип». Далее необходимо ввести IP-адрес. IP-адрес можно ввести как буквами, да, это ntrip.ftgroup.ru, либо цифрами. Как вариант введу цифрами. Это будет 82.202.202.138. Дальше укажу порт. Укажу общий порт. Это 2102. Если региональный порт, то первая цифра будет 70, а вторая номер региона. Если приемник поддерживает тип поправок SCMRX, да, то можно воспользоваться также портом 2104. Дальше необходимо указать логин и пароль. Далее нам необходимо загрузить список базовых станций. В строке «Точка доступа», нажимаем значок «Загрузки», у нас прогружается список. Не по удалению от нас. Поэтому давайте все-таки поставим региональный порт 70-50, например, так как мы находимся в Московской области. И выгрузим базовые станции с него. Возьмем Московскую базовую станцию и нажимаем «Сохранить». Также можем угол возвышения настроить, если это необходимо. И нажимаем «Сохранить». Даем название, назовем «РТК-1». Окей. Сохранено. Далее нажимаем кнопку «Использовать». Программа спросит использовать. Мы говорим «Да». Дальше она повторно предложит вам изменить базовую станцию. Если ничего менять не нужно, тогда нажимаем «Ок». Подключен по интриб. Получение поправок. Ждем. Подключение. Программа спросит проверить и подключение. Можно отказаться и сразу к съемке перейти. Подключена новая база. Фикс. Можно нажать «Да», чтобы убедиться, что вы подключены. Ну, в принципе, слово «фикс» мы услышали. Можно переходить на вкладку «Работа». Ну, и, соответственно, в съемку. Второй вариант – это встроенный GSM. Снова возвращаемся на вкладку «Стили» и создаем здесь новый стиль съемки для работы через встроенный GSM. Для этого в строке конфигурации, опять же, стоит у нас «Ровер». «Связь» выбираем вместо интернет-смартфона, выбираем интернет-приемника. В принципе, это одно из основных отличий. Тип подключения выбираем интернет-приемник. Вводим IP-адрес. Далее вводим порт. Далее задаем логин и пароль. И дальше еще есть важный момент. Так как это у нас встроенный GSM, нужно прописать APN в зависимости от сотового оператора. В строке APN есть значок в виде такой стрелочки. Можно нажать «Получить». Вот, если какой-то APN уже был настроен. В этом приемнике стоит мегафоновская симка. В принципе, последние настройки, которые я на него задавал, он их и считал перед записью этого видео. Нажимаем «Установить», если они меня устраивают. Дальше я пытаюсь прогрузить базовые станции. Так, ну, приемник у нас сейчас находится в помещении, поэтому не с первого раза получается прогрузить. Вот, сейчас, собственно, все прогрузилось. Так, опять же, возьмем московскую базовую станцию. Сохраняем стиль съемки. Назовем его «ЖТК-2». Окей. Нажимаем «Использовать». «Использовать стиль», да. Опять то же самое меню с проверкой, да, то есть, чтобы был шанс все-таки выбрать другую базу, если это необходимо. И, соответственно, нажимаем «Ок». Опять же, будет предложено сообщение «Проверить». В этом случае лучше точно проверить. Вот, чтобы убедиться, что действительно подключены к Android. Вот, ну, у меня написано, что подключен. То есть, осталось дождаться, опять же, фиксированного решения. Все, в принципе, решение у нас фиксированное. Можно приступать к работе. Все, в принципе. И, конечно, у нас фиксированное решение. Пока. 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 Пока.